Девушки отдыхают Замки, крепости, мужественные героические мужчины И встреча с хорошими друзьями Битва наций соединяет страны Потому что здесь люди начинают говорить на одном языке Бои их объединяют и сразу находится место и союза Это атмосфера, это встреча с любимыми людьми, с хорошими людьми И это спорт, это боевое командное искусство Fight and travel Битва наций прежде всего объединяет нормальных, добропорядочных людей Я много где-то пытался найти, но шел только здесь Все то, о чем я с упоением читала в книжках в детстве Руссия, Россия Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это самый лучший вид спорта в мире В этом виде спорта собрано знание истории Знание доспехов, знание оружия Ты умеешь делать всякие штуки руками Там щиты, доспехи, шить одежду У тебя должен быть огромный кругозор, чтобы в этой тусовке тебя считали заумного человека Это один из немногих видов спорта, где очень много входящих данных, которые нужны для того, чтобы им заниматься И при этом это еще и сам по себе очень активный вид спорта Ты должен владеть борьбой, рукопашкой, холодным оружием Ты должен уметь воевать в строю У тебя должно быть несколько видов оружия Ну то есть, это огромный вид спорта Это целый мир, которого лучше нету Это как в балладе о борьбе у Высоцкого Если чувствуешь эту песню, значит тебе сюда Не чувствуешь песню, не поймешь, не придешь Сам бой доставляет удовольствие Когда два человека мерятся силами И когда ты можешь И то, что ты вложил, допустим, в этот бой Я готовлюсь очень хорошо к боям Много тренировок Хорошей, качественной тренировки И ты этим доказываешь свое уважение к боям Потому это и нравится Бои и бить людей Для меня война, это прежде всего Это необходимая составляющая победы Это в сущности любого серьезного, сильного мужчины Проявлять агрессию каким-либо способом Ну вот война, это в том числе проявление агрессии Почему бы нет? Это нормально Это мое второе я Из бета-созидание В этом социуме поддерживаются положительные качества Морально-этические, духовные Люди многое создают Начиная от каких-то предметов быта И заканчивая победами во славу флага национального своего Дисциплина и братство невозможно без драки, без боя Все ребята из нашей сборной Все в жизни очень успешные, очень спокойные люди Разрушают себя те, кто идут по плохому, по черному пути Алкоголь, наркотики ИСБ делает меня лучше Физически, морально Даже в самом бытовом плане я трачу столько энергии на тренировках Что по жизни я очень спокойный, рассудительный человек В здоровом теле здоровый дух Любой профессиональный спорт – это разрушение Но в первую очередь начинается созидание Пока ты доходишь до уровня профессионала Ты созидаешь свое тело и ты созидаешь свой дух Дух становится только крепче Но в какой-то момент тело начинает разрушаться Мы занимаемся этим не ради здоровья Это же профессиональная деятельность Мы приносим победу и делаем своеобразный культ Из нас, из спорта, из спортсменов Культ для своих друзей, семей, родственников Это, наверное, компромисс между разрушением и созиданием А я не поздно вижу ничего плохого в этом Ну, люди дерутся, как бы, по мере Как бы, травм здесь не намного больше, чем в том же ММА Или других видах спорта Так что, ну, наоборот, романтика средневековья Мое любимое произведение с детства – это был «Ведьмак» Сапковского Мне с детства это нравилось Чуть-чуть вот этого рыцарства, средневековья, мечи, бои И я нашел, губого, где это все комбинируется и остался здесь Я посмотрел фильм «Властелин колец» в свое время И дальше все как в тумане Совершенно случайно увидел, как на улице люди фехтуют на деревянных палках Это было 20 лет назад, 2000-й год Пошел, спросил, чем они занимаются Начали рассказывать, сказал, что фехтованием И я вот как-то так, я понял, что это мое Изначально это было не СБ, это была реконструкция позднего средневековья Как таковой в спорт я пришел 5 лет назад Я просто однажды познакомилась с ребятами, которые называли себя бугурцменами И так получилось, что именно в этом спорте очень удачно совпали все мои интересы Характер мой не вполне женский Я бываю жестким человеком Мне нужно периодически преодолевать какие-то препятствия Чтобы не терять тонуса и вкуса жизни Я занимался ролевыми играми Мне сказали, друзья, пойдем драться на железе Я сказал, что вы дураки, вы друг друга поубиваете Но они меня как-то уговорили Года два спустя они закончили это дело А я вот все еще здесь С того момента, как я себя помню Я знал, что я уже буду этим заниматься Конечно, я не знал, что это разовьется настолько, ну, такое масштабное движение Но я знал, что мне нужны единомышленники И всегда к ним стремился С 2006 года я попал в клуб Берн И с этого момента я тут и уже, я думаю, до конца ИСБ это воплощенная дисциплина в первую очередь Поддержка, чувство локтя Идеал такого коллектива достойных товарищей, друзей Достойных людей, которые собрались вместе для общего дела Пусть это и хобби, но это общее дело, которое нас объединяет Это очень здорово Дань уважения нашим великим предкам То, что мы называем «не забывать о своих корнях» Преодоление самого себя, самосовершенствования История Это все очень удачно сложилось в этом прекрасном мире средневекового насилия Конечно, можно сказать про то, что там честь, верность, дружба, бла-бла-бла Но по факту мы же современные люди Мы понимаем, что люди достаточно гибкие Поэтому мне сложно сказать, какие идеалы поддерживают ИСБ Я могу сказать, зачем я здесь Это потому что у меня здесь товарищи и друзья С которыми мы прошли огонь, воду и медные трубы Если это как-то сформулировать в какой-то идеал, скорее всего, именно это Бренд «Fight and Travel» один из самых двигателей по жизни Потому что так у меня есть друзья по всему миру И я могу ездить, сражаться и путешествовать Это две любимые вещи, помимо жены ИСБ, бои Да, демонстрация, ну, силы Ну, есть что-то, может, от духа средневековья Но я больше как спортсмен Безусловно, патриотизм, выступление за российский флаг За нашу родину Пытаемся максимально прославить ее Чтобы о ней узнал мир как стране победитель Нужно вместе собраться и убить мамонта Важно приготовиться к охоте Заготовить камни, копья Собственно, и у сборной такая же задача Это превозмочь себя, преодолеть соперника Сегодня делать лучше, чем ты сделал вчера Потому что наши оппоненты с каждым годом все лучше и лучше Как бы сильнее и сильнее И если мы побеждаем, значит, мы тоже становимся лучше Значит, мы растем Драки, которые здесь, я считаю, как заключительный этап Как точка противостояния года Который испытывает, насколько хорошо мы работали весь этот год Для любого спортсмена в СБ Путинестал Битвы Наций – это высшая точка в карьере Это сборная страны Это честь для любого русского мужика представлять свою страну на международных соревнованиях Мы должны быть лучшими во всем Непривычно слышать, что поддерживают сборную России И, к сожалению, в большей части Европы Россию поддерживают только наши соотечественники В Сербии я впервые столкнулся с такой поддержкой Это, безусловно, очень приятно Неожиданно приятно Очень здорово Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Таймер Поехали! Поехали! Время, время! Настя, вперед! Настя! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Уброс Джорджо Доверра, другая школа. Я бьюсь скорее за друзей, за детских товарищей, которые мне за многие годы стали близкими людьми, за них. Если мы говорим про формат сборной, то, разумеется, я дерусь за флаг и страну. Если в широком смысле, то я просто дерусь. Я просто не могу этого не делать. Прежде всего за свою семью, потом за страну, за людей с одним и тем же менталитетом, как у меня. Вообще за себя. Да, доказать всему миру, что я лучший. А на чемпионате мира за сборную России, соответственно. Я и моя команда Катюша. Мы так или иначе все равно представляем страну. Мы являемся топовой пятеркой в женском ИСБ. Прилагаем все усилия, чтобы быть лучшими во всем и не посрамить. Я дерусь, потому что мне нравится драться. Мне правда очень нравится драться. Визуальная составляющая – это как раз одна из тех вещей, которые привлекают зрителя. И захватывают сердца людей, которые в итоге либо сами становятся бойцами, либо активно сопереживают всему происходящему, следят. Любая деятельность, на которую смотрят люди – это шоу. Для нас это, говорю, профессиональный вид деятельности. Ну, наверное, да, это шоу. Нет, ИСБ – это спорт. Спорт, который не является шоу, он не интересен зрителю и люди не приходят. Поэтому нам важно сохранять элементы шоу, как в ММА, в этих промоушенах UFC, чем занимается WMFC. Вот «Битва нации» тоже. Она делает не только чемпионат мира, как спортивным, куда придет несколько человек посмотреть. Она делает из этого хорошую обертку. И это правильно. Могло бы стать шоу и должно стать шоу. Ну, в определенной мере. Но сейчас еще нет. Мне бы не хотелось, чтобы это было шоу, и не хотелось бы, чтобы это был спорт. Мне нравится, в каком формате это сейчас занятие. Я не предсказатель, не знаю, куда повернется. На данный момент меня все устраивает. Должна быть спортивная составляющая, где два бойца реально дерутся, тренируются. Но это должно преподнестись людям больше как шоу. И сами бойцы должны это делать. А чтобы сами бойцы делали шоу, им надо платить нормально. Когда тебе не платят, у тебя, ну, ты выходишь, чисто дерешься, выиграешь, тебе этого достаточно. Иногда ты получаешь, может, удовольствие от каких-то выпендриваний на ринге, там, показывания по пальцам или что-то в этом роде. Меня уже невероятно радует то, что я занимаюсь тем, что мне нравится больше всего. Поначалу это все, конечно, вызывало, мягко говоря, некий скепсис у мужчин. Но их хватило, скажем так, ненадолго. У нас не принято, чтобы женщина даралась. Я думаю, у меня сейчас многие женщины, которые это видят, это интервью закидают там камнями, банками, экраны, но... Недолго сопротивлялись и решили все-таки нам помочь. Ну, так сложилось, что как бы у нас девочки участвовали, они добились того, чтобы участвовать, ездить. Поэтому мое мнение здесь не играет никакой роли, они молодцы, мы за них болеем. Россия! Россия! Они помогают нам проводить тренировки, помогают нам совершенствоваться, не терять присутствие духа. И своим примером каждый раз направляют нас и вдохновляют. Поддерживаем, безусловно. Ну, все-таки, женщине должно быть что-то такое больше... Не знаю... Не буду говорить. Ну, на самом деле, история помнит и дев-боительниц, даже исторические находки некоторые это подтверждают. Так совпало, что мои внутренние какие-то качества немножко не вполне колорируют с обычным традиционным пониманием женщины. Это то место, где я могу удачно их реализовать. И послужить Отечеству. Солдаты, живут! Это моя шестая битва нации. Ну, наверное, восьмой. Наверное, шестой. Это восьмая битва нации для нас. Это, по-моему, десятая битва нации, значит, девять раз. На битве нации мы участвуем, начиная с 2016-го. Мы тогда взяли серебро. Три на три. На битву нации я попал три года назад в Барселоне. Когда ты едешь первый раз, ты, конечно, считаешь, что это нечто большее, нежели такая серьезная тяжелая деятельность. А по факту через несколько, через на второй, на третий раз ты уже относишься к этому именно так. Это профессиональная деятельность. Это быть менеджером, это быть воспитателем в детском саду. Заниматься завязанными шнурочками у своих деточек. Покупкой для них всего, всех этих игрушечек. Да, это будет тяжело. Я вот лучше просто подраться. Важна работа с личным составом, кто чем живет. Это очень важно для того, чтобы понимать людей, давать ориентиры, кого придерживаться, как вести себя в той или иной ситуации. Не только в бою, но и как готовиться к боям. Допуск доспехов, оружия, его починка. Чтобы они выходили на соревнования на битву нации в максимальной боеготовности. Воинское искусство влечет за собой понятие субординации, армейской системы и так далее. Дисциплина – это все имеет место быть. Без этого ни одна сборная не добьется успеха на мировой арене. «Апостон» «Он Entonces» «Апостон» «Базарка», «Он Entonces» «Апостон» «Онец» «Он Ноя не за собой в этом внушает» «Я не был считанный человек». «Изгандры» «Сюда» «Сюда» «Метра» «Сюда» «Онец» «Онец» «Сюда» «Онец». «Онца» «Онец» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В моем понимании, герой каждый сам для себя становится. У каждого человека есть своя шкала героизма, и каждый человек это меряет исключительно по-своему. Допустим, мои убеждения, что герой, если я честный, делаю, скажем так, по своим убеждениям, тогда да. Герой тот, кто совершает героические поступки, превозмогает себя и в идеале добивается цели. К сожалению, это не у всех получается, но если ты стремился, ты уже герой. Кто для меня герой? Пожарный, который, не знаю, людей из огня выносит. Вот он герой, а мы так просто балуемся тут. То есть мы тратим огромное количество сил и ресурсов на свое удовольствие. Я не думаю, что это делают нас героями. Школьный учитель или врач, вот это герои. Мама моя герой. Вот мама моя реально герой. Столько, сколько она в жизни сделала, мне бы сделать было бы здорово. Я бы тогда тоже был героем. Ну, я надеюсь, через пять лет мы воспитаем достаточное количество молодых ребят, сильных, которые будут успешно выступать. И нам останется только их поддерживать в этом вопросе, как бы, приезжать с ними и участвовать с ними в массовых боях. А пять на пять, более, как бы, такие сложные, серьезные бои, они возьмут из себя и достойно будут выступать. В принципе, как бы, к этому все идет, и мы очень этому рады. Мне давно уже говорят, что пора остаться тренером. Мне эта идея не нравится. Будем смотреть по здоровью. Живым, здоровым выступающим спортсменам. Ну, пока мне позволяют физические кондиции. Я буду дальше стараться добывать золотые медали в копилку сборной. Попробую себя в качестве маршала на судейском поприще. Это очень тоже интересно. Буду все силы направлять на то, чтобы наше движение развивалось и крепло. Меня это невероятно радует. Эти пять лет я потрачу для того, чтобы вырастить молодое пополнение и передать весь свой опыт, который сумел приобрести. Я надеюсь, что через пять лет будет колоссальный зрительский интерес. Когда он меня спрашивает, чем я занимаюсь, аббревиатуры ИСБ было бы достаточно, чтобы люди поняли, о чем я говорю. Я люблю бить людей. Это мой хэштег. Артемий Гершвальд внедрил этот хэштег в историческое фхтование. Ты можешь посмотреть в Инстаграме. Да, безусловно, я люблю бить людей. Мы все здесь любим бить людей. Бить людей, причем с друзьями. Нет, я не люблю бить людей. Мне не нравится. Я вообще, ну как бы, я против войны, насилия. Не знаю, как сказать. Это сложно сочетать с понятием «люблю воевать», потому что для меня война – это прежде всего взаимодействие с другими людьми, с товарищами, с мужчинами в команде, которые делают одно общее дело. Серьезное, тяжелое, ради которого надо превозмогать. А бить людей, я не сказать, что очень люблю, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Ну, конечно, есть приступы там ярости, минуты злости, когда да, мне это нравится. Я бить людей не люблю, для меня это неприятно, и психологически очень тяжело. Я к этому нормально отношусь. Я люблю, когда красиво. Я люблю красивые бои. Тяжело ментально и морально. То есть мы порой даже не бьем друг друга, а больше боремся. Но при этом выдаем на полность, потому что это неуважение, если мы просто будем поддаваться. Это стоит того. Это такие вещи, да, получать урон и при этом побеждать, и ощущать с друзьями вот эту вот все определенную эйфорию. Это здорово. Мы друг другу помогаем, развиваемся. Периодически случаются всякие перипетии, мы живые люди все-таки. Но никто из нас не забывает, что значит команда. И ради таких моментов, ради чувства единства, пожалуй, это то, что дает мне мотивацию продолжать дальше. Мне очень нравится то, что мы делаем. Иногда меня это бесит, иногда мне совершенно неохота этим заниматься. В эти моменты нельзя сказать, что это мое хобби, да. Для меня это просто часть жизни, без которой я себя вообще уже не представляю. Не смотри, не смотри ты по сторонам, Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, Если в сердце живет любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok